Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И сегодня я поделюсь с вами новостями мира Forza Horizon 4, а также расскажу про последние обновления. Ну а начну я с бесплатного карпака, который доступен для всех игроков. В игру было добавлено 7 новых автомобилей Mitsubishi, среди которых Galant 92-го года, Eclipse 95-го года, GTO 97-го года и 4 автомобиля Lancer Evolution 6-й, 8-й, 9-й и 10-й серии. Следующее, что добавили в новое обновление, это режим Free For All Adventure. Вкратце, это новый режим в онлайн-приключениях. Теперь соревноваться можно не только в команде, но и индивидуально. Режим можно найти на той же вкладке, где и все онлайн-приключения. Следующее, что было добавлено в это обновление, это новая история – такси Иши. В этой истории вас будет ждать 10 новых миссий с классическим такси, а также одна миссия с лимузином. Ну а в награду вы сможете получить оригинальное такси Austin FX4. Также в игру было добавлено 12 новых сезонных ивентов, 4 новых сезонных трюка, 4 новых эксклюзивных автомобиля, немного новой одежды, гудков и прочей ерунды и 8 новых автомобилей для владельцев абонемента. Также на стриме разработчики обмолвились то ли об этом обновлении, то ли о следующем. Речь идет либо о тюнинге, либо о дизайнах. В общем, разработчики пообещали увеличить место для хранения новых работ. Ну а теперь немного курьезной информации. Из игры навсегда удалены две эмоции – это Кэролтон и Флосс. Сделано это в связи с двумя исками, которые удовлетворил суд. Могу только пособолезновать тем, кто уже привык к этим эмоциям. Ну а теперь давайте расскажу вам про новый летний сезон, который продлится с 17 по 24 января. И начнем мы с острова Форчун Айленд. Здесь вас будет ждать три сезонных чемпионата и две сезонных выходки. За первое место против драйватаров уровня эксперт во всех трех гонках можно получить три призовых игры. На основной карте вас будет ждать четыре сезонных чемпионата и одна сезонная выходка. За первое место против драйватаров уровня эксперт в спринт-кроссе Удэ Роэнт Уотер можно получить призовую игру, 20 тысяч кредитов и красный гоночный костюм. За первое место против драйватаров уровня эксперт в летнем чемпионате сообщества Можно получить призовую игру, 20 тысяч кредитов и костюм пришельца. За первое место против драйватаров уровня эксперт в Дрэкстрипе на фестивале Horizon можно получить призовую игру, призовую суперигру и 20 тысяч кредитов. И за первое место против драйватаров уровня непобедимой в командной клубной кольцевой гонке в Гриндейле вы получаете черный гоночный шлем. Ну а теперь я расскажу вам про новый недельный форзафон. Первое испытание называется «Проворный как олень». Для его выполнения вам понадобится автомобиль категории «Современные ралли-кары». И все, что от вас потребуется, просто выехать из гаража. Второе испытание называется «Чем пахнет». Для его выполнения вам понадобится разогнать свой ралли-кар до скорости 298 км в час. Ну а идеально для этого подойдет автострада. Третье испытание называется «Конец пути». Для его выполнения вам понадобятся знаки «Опасно». И все, что от вас потребуется, суммарно набрать 15 звезд за эти знаки. Последнее испытание называется «Тысяча поворотов». Для его выполнения вам понадобится последний заезд грунтовой серии, который называется «Марш-бросок». Ну а потребуется от вас просто финишировать в этом заезде. На всякий случай рекомендую финишировать первым. А теперь о наградах. Как всегда, здесь можно купить призовую игру за 40 очков и призовую супер-игру за 150 очков. Из одежды в этот раз только легендарные резиновые цапоги «Акула», а также эпический гудок, фургончик с мороженым. Автомобиль в этот раз более чем интересный. Это лимузин «Кадиллак XTS» за 500 очков. Ну а главный приз за этот «Форзафон» – это автомобиль «Астон Мартин Вулкан» «Форза Эдишн» за 400 очков. Ну а на этом все, друзья. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить новый сезон, который стартует 24 января. И поддержи меня лайком. Всем пока и удачи с выполнением заданий. Субтитры создавал DimaTorzok